Происходит профессиональное выгорание. Люди уходят из компании. Четкая иерархия сотрудников. Все сотрудники работают удаленно. Это очень важно для общего настроя. Сегодня я хочу поговорить на тему, которая волнует меня как руководителя и знаю, что многие компании сталкиваются с этой проблемой. Я работаю в сейфте уже более 5 лет и за это время у меня было около 500 сотрудников. И очень часто приход нового сотрудника происходит по одному и тому же сценарию. Новый человек устраивается на работу, первое время он обучается, у него есть желание работать, ему интересно. Проходит 3-4 месяца и его мотивация начинает потихоньку снижаться и со временем происходит профессиональное выгорание. И в большинстве случаев мотивация деньгами никак не влияет на ситуацию. Спустя какое-то время люди уходят из компании или делают так, чтобы их уволили, а после вообще меняют сферу деятельности. Почему это происходит и какие пути решения могут быть? Мы в нашей компании постоянно разрабатываем различные комплексы мероприятий, предназначенные для повышения мотивации сотрудников. У нас есть четкая иерархия сотрудников, есть темлиды, которые следят за работой команды и помогают, а также выявляют проблемы в команде. Сотрудник понимает, какой рост по зарплате и по иерархии его может ожидать. У нас есть секция контроля, которая каждый месяц задает результаты. Количество работы, которую выполнил сотрудник, а также количество ошибок. И сотрудник сам может зайти в свой профиль и посмотреть эти данные, проанализировать всю работу за месяц. Есть позиция тимлидов и менеджеров, которые занимаются непосредственным тренингом сотрудников и организацией их работы. У нас, кстати, все сотрудники работают удаленно, поэтому контакт между тимлидами, менеджерами и сотрудниками очень тесный и ежедневный. Они постоянно общаются. Это очень важно для общего настроя. Также мы планируем повышать мотивацию сотрудников с точки зрения вовлечения в какие-либо глобальные планы, отдельные проекты, направления компании, которые будут способствовать развитию сотрудника и развитию компании. Мы планируем также тренинги по тем проблемам, которые есть у сотрудника. К примеру, как разрешить различные проблемы с клиентом или конфликты. Конечно же, существует еще много различных методов. Я рассказала о том, как мы стараемся мотивировать наших сотрудников. Но я бы хотела узнать ваше мнение, как руководителя или как сотрудника. Что вас мотивирует больше всего? И чего, может быть, не хватает? Почему сотрудник теряет интерес к работе? Пишите в комментариях. Нам будет интересно услышать ваше мнение. На этом у меня все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok